Я так думаю, что если мы говорим о том, что происходит или происходило в отечественной эстраде и вообще в отечественной культуре, то, конечно, здесь нужно учитывать те обстоятельства, в которых мы, во-первых, пребываем. Обстоятельства внешние, то есть, ну, что происходит со стороны в целом, обстоятельства внутренние, внутри каждого творческого человека, как отдельно взятые личности. У каждого человека что-то рождается в душе, в тех или иных обстоятельствах он этим хочет поделиться, дальше все упирается в средства выражения. Раньше, ну, это мое субъективное мнение, очень важно было иметь эти средства выражения, скажем, в профессиональном обличии. Сейчас многие профессиональные вещи заменяются, скажем так, компьютерными программами или какими-то вещами, которые называют их библиотеки мультимедиа. Отсюда может быть немножечко другое звучание, немножечко другой подход, немножко другое аудитория, которая все это воспринимает. Поэтому, если мы говорим о том, что было, скажем, 80-е, 90-е, что было 2000-е, что происходит сейчас, конечно, это разные вещи. И постоянно будет все происходить, потому что постоянно будет меняться внутренний мир человека, потому что постоянно будут меняться те условия, в которых он пребывает. Если раньше, скажем, концерты всегда строились таким образом, что человек был ответственный за тот уровень культуры, которого он несет, то сейчас, наверное, больше человек отвечает за то, насколько он харизматичен и насколько он эпатажен. Не скажу, что это очень хорошо, но и не скажу, что это плохо, наверное, для определенной аудитории это тоже имеет место быть, но человек всегда тянулся, мне кажется, по своему внутреннему устремлению к чему-то высокому. И всегда есть какая-то внутренняя философия внутри любого человека. Если искусство, так сказать, сочетается с этой внутренней философией человека, это всегда хорошо. Я об этом убеждаюсь на своих концертах, когда люди с большим удовольствием воспринимают и шуточные песни, скажем, такого эпатажного характера, и, конечно, которые с большим удовольствием воспринимают глубокие песни, которые, может быть, менее широко известны, но, тем не менее, оставляют большое впечатление. Поэтому я не могу делать прогнозы, куда все катится, в хорошую или плохую сторону, но то, что будут перемены, они всегда будут.